Добрый день! Сегодня мы снимаем интервью с пациенткой на вторые сутки после мини-гастрошунтирования с очень интересной патологией, о которой мы чуть позже вам расскажем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Чапурная Ивановна Сергеевна. Я из города Вышневолочок. Сколько вам лет? 37 лет. Скажите, пожалуйста, какой у вас рост и вес? Рост у меня 160, вес до операции составлял 147. То есть индекс массы тела 57. Если посчитать, кроме основной болезни, о которой мы сейчас расскажем потом, какие еще проблемы были с организмом? Сахарный диабет, гипертония? Нет, сахарного диабета не было. Гипертония началась в последний год, как до этого не было. Гипертония никогда не страдала, всегда было давление хорошее. А скажите, вот вы раньше обследовались? Обследовалась всю жизнь, когда были ребенком, до этого возраста. Я всегда была здорова, и не было необходимости проходить. А профосмотры проводятся у вас в клиниках? Я вообще с Киргизией, и у нас такого нет. Вообще кардиограмму никогда не снимали в жизни? Снимала, но у меня одинаково показывают, что налево, что направо. Здесь я сразу уточню, потому что у пациентки имеется транспозиция органов зеркальная, то есть патология, ну, вернее, не патология, а атипичное расположение висус-инверсус, да, наша называется. Насколько это патология, пока непонятно, поскольку в оценке нет синдрома Картенниггера, и здесь может быть на самом деле истинная транслокация органов, транспозиция. То есть при синдроме Картенниггера это как проявление синдрома. Вот я вам потом попозже расскажу, если вам будет интересно. Почему-то оказалось, что до нынешнего момента, до прошлого лета, никак никто не установил, что у вас обратно расположение органа. Было установлено, что у меня сердце с правой стороны. Это мне делали, когда мне было 24 года, флюорография. И вот тогда мне сказали, что у меня дикстракардия, что сердце с правой стороны. Но даже никто из врачей не подсказал мне пройти еще и УЗИ брюшной полости, чтобы убедиться, вдруг там что-то поменено. И я вот с 23 лет знала, что у меня сердце с правой стороны. И как бы врачам всегда, ну, где-то с вами что-то, я говорила, что у меня сердце с правой стороны. И вот только в прошлом году узнала, что у меня, оказывается, не только сердце, но и меня. А вот врачам в прошлом году вы говорили, что у вас сердце с правой стороны говорили, да? Но это ни на что не натолкнуло. Ни на что не натолкнуло. И флюорографию когда сделала, и почему-то на флюорографии было написано, что у меня все органы в зеркальном отражении. Хотя я не знаю, зачем доктор написал. Но, видимо, оттолкнулся от того, что у меня сердце с правой стороны написал, что зеркальное напряжение всех органов. Доктор увидел диафрагму вашу, увидел печень, высокое состояние купола и увидел, что это зеркально, поэтому он так написал, то есть рентгенолог был грамотный. Давайте насчёт процесса нашего основного по лишнему весу. Вы работаете? Да. А кем работаете? Тарикмахер. Ну, глядя на вас, очень тяжело представить, что вы целый день на ногах или всё-таки прям полноценно работаете? Полноценно, 2-2 работаю. У меня 20 лет работаешь. То есть привычка сформировалась. Насколько легко жить вам в таком весе? Тяжело. Тяжело. Ноги начинают болеть, спина болит, гипертония в последнее время началась. Были какие-то диеты? Да, раньше диеты, ходьба 10 тысяч шагов. Но это всё временно. Потом всё срываюсь. Насколько помогает примерно? Насколько дней, как бы недель цикл идёт, что потом вы срываетесь? Сколько? Ну, максимум месяца два, наверное, всё. То есть диета два месяца, а потом дальше всё? Да, а потом срыв. Сколько таких было циклов? За всю жизнь очень много. Ну, примерно там два десятка. Два десятка точно не было, но раз десять было. Вы старались? Да. Максимально какой вес? Ну, наверное, килограмм двадцать. Килограмм двадцать? Ну, легче было, когда двадцать килограмм? Да, конечно. Но, тем не менее, результат почему-то не… Набрала очень хорошо вес после родов. У меня двойняшки и по три с лишним каждый вес. Двойняшки здоровые? Да. У них всё нормально, но у них нет таких проходов. Не знаю. Обследуйте их, пожалуйста. Потому что иногда… А у мужа, супруга тоже? Я откуда знаю, с ними живу. Но детей обследуйте, потому что могут быть… Ну, мы когда проходили флюорографии, что мы там… КТ… Не КТ, а этот… Кардиограмма сказали, что сердце с левой стороны, что всё нормально. Хорошо. Ну, дай Бог вам здоровья. Вот и послеродов я очень сильно поправилась. И постепенно… Ну, я никогда худой не была. Я вот с рождения как-то… Так. Бабушка меня опичкала пирожками. Хорошо. Я так всю жизнь. Никогда не была худой в теле. Давайте тогда разберём вот те события, которые в прошлом году проходили. Да, ну, без упоминаний, может быть, там… Это не важно. А, в принципе, вот вы решили всё-таки на операцию, да, у себя в области Турской. Что случилось? Ну, чуть-чуть кратко опишите этот эпизод. Решилась на операцию резекции желудка. Приехала в Тверь, нашла клинику, мне дали перечень, что нужно пройти, и я начала проходить все эти анализы УЗИ в своём городе. И всё прошло, и когда дошло до УЗИ брюшной полости, врач написал, что печень справа, слезёнка слева, всё нормально, всё хорошо. И я с этими бумагами поехала в Тверь, смотрели, и 30 мая ввели меня в наркоз. Но когда пошли в лапароскоперы, появилось, что у меня зеркально-отвержение всех органов. То есть мне ошибочно УЗИ сделали брюшную полость, она не увидела, либо она не хотела видеть, а просто от себя написала и всё. И доктора не сделали ничего? Доктора, они растерялись, и, как мне мой хирург говорил, начали звонить в Москву профессору, спрашивать, как, что сделать. Он сказал, что он тоже не знает, и такого не было в практике. И они приняли решение просто меня зашить и всё, и оставить на той же позиции. Ну, в какой-то степени это умно. Конечно, да. Если бы такая ситуация у меня, но по неопытности наверно, всё-таки я тоже бы так поступил. Так, вы после этого выписались, да, и в принципе до сегодняшнего Нового года как бы вели обычный брюш. Ну, мы с вами договаривались, что в июле я хотела всё-таки к вам приехать, но из-за того, что у меня очень плохо заживали швы, и после дренажа была просто огромная дырка, и она вообще не заживала. Я вот к вам не смогла приехать, отложила на осень, потом мужа похоронила, потом мама с инсультом попала. В общем, дотянула до того, что вот сейчас более-менее встала как-то на ноги и всё-таки добралась до вас. Отлично. Сегодня у нас как раз-таки вторые сутки после операции. Скажу честно, операция была трудной, сложной, потому что, конечно, технические исполнения пациентов с вашим индексом массы тела всегда тяжелее, чем у худых пациентов. Ну, худых, я имею в виду, с индексом массы тела там первая-вторая степень ожирения. У вас всё-таки категория супер ожирения, то есть это очень высокий вес. И ещё плюс обратное расположение, то есть анатомия изменена, техника тоже меняется. Я не левша же, я правша, и я не могу делать то же самое, только левой рукой, шью правой отсюда и все проблемы. Если пытаться это делать левой, то не надо. Нам тяжелых пациентов делать эксперименты такие. Как вы себя чувствуете сейчас? Ну, всё хорошо, слава богу, я даже не ожидала такого результата, и вообще я очень вам благодарна, что вы взялись за меня. Исполнили мои мечты всей жизни, всё хорошо. Побаливает, конечно, это, но это всё со временем пройдёт. Тошнота, рвота есть? Тошноты нет, рвота нет. Водичку выпьёте? Да. Что-то почувствовали, что уже не идёт, да? Да, после бульона было плохо. Больше выпить не буду. Но говяжий бульон. Куриный хорошо утром пошёл, прям грамм 50 выпила хорошо. А после обеда всю ночь мучилась. Плохо было, очень как будто камень съела. Аж вот только спазмчики были. Но сейчас ничего, уже всё хорошо, всё пустило. Отлично. Я надеюсь, что всё будет хорошо. Удачи вам. Спасибо большое. Уздоровление. И надеюсь, что через год вы приедете совершенно в другом виде к нам. Тоже надеюсь. Так, чуть-чуть хочу задать вам пару вопросов насчёт клиники. Как вам наша клиника? Ой, бесподобно вы что? Это пятизвёздочный отель, персонал какой вежливый, прям. И доктора, и иностеологи. Ну все прям с таким уважением, с таким трепетом относитесь к своим пациентам. И чистота, и порядок. Мне очень понравилось. Пациентам мы действительно дорожим. Очень. Очень хорошо. Вроде все обговорили. Пожелаем нашей пациентке удачи. Надеюсь, что она к нам приедет где-нибудь через полгода. Может быть, или через год мы снимем тоже интервью и побеседуем. И вы расскажете, как вы себя чувствуете. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам.